Результаты и перспективы закона о реабилитации жертв массовых политических репрессий обсудили в Казахстанском немецком центре Астаны. Модератором конференции, посвященной 30-летию со дня выхода документа, выступила Юлия Потапригора. Очень отрадно, что присутствовали представители Генеральной прокуратуры, присутствовали представители Ассамблеи народа Казахстана, которые также уделяют много времени вопросам истории культуры, сохранению этого наследия. Представители регионов, практически всех региональных обществ подключились к круглому столу онлайн, задали практические вопросы, касаемые реабилитации, что сегодня очень важно, так как мы все понимаем, что справка о реабилитации дает право на получение льгот, на соцподдержку, которая в наше время остается актуальной для немецкого населения Казахстана. Очень важно, что этот диалог состоялся, потому что у регионов созрели свои вопросы, компетентные органы попытались ответить на эти вопросы. А также мы обратились к теме архивных источников, которые являются базой для реабилитации, для поиска документов. К сожалению, только несколько архивов смогли подключиться, но они очень ключевые, очень значимые для темы реабилитации немцев в Казахстане, для темы политических репрессий. Архив президента, где сегодня создан центр изучения политических репрессий XX века, Карагандинская область. И, конечно, этот диалог состоялся, его надо продолжать, тема не должна исчезнуть. Актуальность данного вопроса отметил и исполнительный директор общественного фонда Казахстанской объединения немцев возрождения Дмитрий Редлер. Вопрос достаточно болезнен для нас, все мы знаем, не буду повторяться. И действительно важно, чтобы правда, она восторжествовала. Это не пустые слова, да, действительно, многих людей уже нет, но справедливость она должна быть. Поэтому мы со своей стороны уделяем очень много времени данному вопросу, практически ежегодно проходят тематические мероприятия по данной теме. Мы ведем реализацию проекта «Электронный архив немцев в Казахстане». Для нас важно, чтобы память о людях, она сохранялась, чтобы все понимали, насколько тяжелые времена были. Гибридный формат мероприятия позволил создать диалоговую площадку для участников из нескольких стран – Казахстана, Германии, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Они представили именно свой опыт, как происходят процессы реабилитации в других странах. Опыт совершенно разный. Если в каких-то странах эти процессы уже прошли далеко вперед, и открытые архивы, ничто не препятствует, можно запросить эти справки о реабилитации, можно получить реабилитацию, получить компенсацию, то в некоторых других странах даже отсутствует закон о реабилитации. Также еще важен тот факт, что этой темой, как и прежде, интересуются наши коллеги-исследователи из Германии, те, кто когда-то был в числе переселенцев, кто проживает в Германии. Им интересен возврат к истокам, интересно проследить судьбу, историю своих предков. Большое количество вопросов, вообще как-то комментариев шло от коллег из Баварского центра культуры немцев из России. Также подключился и музей истории и культуры российских немцев из города Детмальта. Состоялся на самом деле очень хороший диалог, тем самым мы поняли, конечно, что тема, она еще далека от ее завершения. Есть много моментов, которые еще необходимо изучать и развивать. В рамках круглого стола Кайрат Римбеков, начальник управления за законностью пробации, рассказал о работе, которую проводят органы прокуратуры. За период 1993-2022 года органами прокуратуры было реабилитировано 600 тысяч, рассмотрено 600 тысяч обращений граждан, по результатам которого выданно 296 тысяч справок о реабилитации и 230 тысяч справок о признании лиц пострадавшими от политических репрессий. В рамках реализации указа главы государства о полной реабилитации политических репрессий органами прокуратуры проведена объемная работа по восстановлению исторической справедливости. Распоряжениями генерального прокурора были созданы специальные рабочие группы, как в центральном аппарате, так и на местах и в комитете правовой статистики. Было задействовано порядка 200 сотрудников. Общий объем имеющихся материал составил 2,5 миллиона единиц хранения. Из них основная масса или более 2 миллионов была сосредоточена в архивах прокуратуры, МВД и КМВ. Значит, реабилитировано 311 тысяч лиц из числа свинных спецпоседенцев, привлеченных в уголовную ответственность. Казахстан волей судьбы стал местом ссылки для представителей многих национальностей. Схожие страницы истории с немецким народом разделяют корейцы, чеченцы, дгуши и многие другие. Поэтому создание закона реабилитации стало важным событием и большой вклад в этот процесс внести представители немецкого этноса. Закон, который был принят 30 лет назад, на самом деле был революционным. И нельзя считать, что это было само собой разумеющееся, что на заре становления независимого Казахстана этот закон сам по себе принялся и это все так легко прошло. За процедурой его принятия стояло большое количество людей, которые, можно так даже сказать, лоббировали принятие этого закона, которые сделали все возможное для того, чтобы этот закон состоялся. В их числе был, конечно же, и Александр Федорович Дедер, это председатель Ассоциации немцев Казахстана возрождения. И, наверное, в первую очередь это был Айрих Эдуард Фердинандович. Это человек, который не понаслышке знал, что такое репрессии в отношении немецкого народа, который прошел ужасы и трудовых лагерей, и совместно также и с Иваном Ивановичем Шарфом, которые возглавили, собственно говоря, в какой-то степени весь этот процесс и сделали огромное количество важных шагов для того, чтобы этот закон смог состояться и чтобы немцы Казахстана смогли быть реабилитированы. Процесс реабилитации не завершен и сегодня. Еще остаются сотни тысяч неизученных и засекреченных документов. Как рассказал Баужанч Реизданов, работа в этом направлении активно продолжается. Так, в 2020 году была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Данная комиссия в этом году завершает работу. В завершении работы данная комиссия будет предлагать вносить в парламент новые законы, в том числе по вопросам полной реабилитации политической, юридической реабилитации всех жертв репрессий. Прежде всего, научно-исследовательские группы и проект МОВС определил все категории жертв. Их оказалось около 14 категорий по Казахстану, имея свои особенности и специфику. И данный вопрос по их реабилитации будет продолжаться, кроме предложений по принятию законов, законодательных актов, нормативно-правовых актов. В прошлом году мы издали 31 сборник архивных документов именно по всем категориям и джеймонографии. В этом году данная работа будет продолжаться. Пока потомки из отдельной категории, которые еще живут, которые были депортированы, например, то есть те же немцы, те корейцы, которые отдельные категории еще живые есть, с них можно взять уже для истории все материалы. Это будет книга воспоминаний жертв политики прессии со всех регионов, около 20 тонн. Мы предполагаем, будем работать до 1 сентября, мы должны вот это все собрать и внести. Будем готовить монографию, именно заключительную монографию по данной тематике. В этой монографии будут учтены все категории, о чем я говорил. Жертвы, значит, раскулачивания, отдельный параграф депортации и тому подобное. Будет проходить международная конференция по этой тематике. И мы также предоставим заключение Государственной комиссии по итогам работы за эти годы.